В сегодняшнем уроке мы рассмотрим небольшую тему условно-желательного наклонения в турецком языке. Условно-желательное наклонение, или по-турецки «deleg şart kipi» используется в тех случаях, когда осуществление какого-либо действия связано с определенным условием. Глагол в форме условно-желательного наклонения совмещает в себе значение желания и связанного с ним условия. Аффикс условно-желательного наклонения имеет два варианта по большой гармонии гласных. Если в последнем слоге корня глагола у нас буковки «а», «ы», «о» или «у», то используем аффикс «са», и если у нас буквы «э», «и», «ы» или «ы», используем аффикс «се». Например, «алламак», «плакать», здесь у нас последняя буква «а» в корне «алла», поэтому используем аффикс «са», получаем «алласа», «если заплачет». Так как условно-желательное наклонение подразумевает именно условие, поэтому когда мы используем аффикс «са» или «се», подразумеваем слово «если» в начале предложения. Следующий глагол «коймак», «ложить» или «ставить», здесь у нас буковка «о», и поэтому используем аффикс «са», получаем «койса», «если положит» или «если поставит». И возьмем примеры с мягкими гласными, например, глагол «истемек», «хотеть», здесь у нас буковка «э», и поэтому ставим аффикс «се», и получаем «истесе», «если захочет», или «гювенмек», «доверять», здесь у нас тоже буковка «э» в корне в последнем слоге, поэтому добавляем аффикс «се», и получаем «гювенсе», «если доверит». Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов «ма» и «ме», которые присоединяются к основе глагола. По стандартной схеме для того, чтобы образовать отрицательную форму глагола, к корню глагола добавляем отрицательный аффикс «ма», «ме», потом добавляем аффикс условно-желательного наклонения. «Кысканмак ревновать», у нас корень глагола «кыскан» заканчивается на твердую «а», поэтому добавляем отрицательный аффикс «ма», и потом аффикс условно-желательного наклонения «са», получаем «кысканмоса», «если не заревнует», «непреревнует». «Коркмак боятся», «коркмоса», «если забоится». И возьмем примеры с мягкими гласными, например, «пищирмек готовить», «пищир» у нас заканчивается на «и», поэтому добавляем отрицательный аффикс «ме», и потом аффикс условно-желательного наклонения «се», и получаем «пищирмесе», «если не приготовит». Или глагол «юзюльмек» расстраиваться, корень у нас заканчивается на «ю», поэтому «юзюльмесе», «если не расстроиться». Вообще, когда переводим глаголы на русский язык, в основном они у нас будут переводиться в будущем времени, потому что условно-желательное наклонение подразумевает действия, которые при определенной условности должны реализоваться, то есть они должны произойти. Они не могут быть уже совершенными, и это действия, которые мы собираемся совершить или желаем совершить при определенном условии. Теперь посмотрим, как мы используем условно-желательное наклонение с личными аффиксами. В этом наклонении мы используем личные аффиксы нестандартной формы, как всегда, а используем личные аффиксы, такие же, как в увиденном прошедшем времени, еще их называют личные аффиксы второй формы. Для первого лица единственного числа аффикс «ме», для второго лица единственного числа аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного числа у нас аффикс «не», для третьего лица единственного чис забывать. Подставляем аффикс условно-желательного наклонения и потом личный аффикс. Получаем ben unutsam, если я забуду, sen unutsan, если ты забудешь, o unutsa, если он забудет, biz unutsak, если мы забудем, siz unutsanes, если вы забудете и onar unutsalar, если они забудут. И возьмем еще один глагол емек с мягкой гласной и попробуем в отрицательной форме его рассмотреть с личными аффиксами. Например, ben unutsam, если я не покушаю или если я не поем, sen unutsam, если ты не покушаешь, o unutsam, если он не покушает, biz unutsam, если мы не покушаем, не поедим, siz unutsam, если вы не покушают. Вопросительная форма образуется при помощи вопросительной частицы мы и ми, но в отличии от других времен, здесь мы присоединяем опять так же, как и в увиденном прошедшем времени. Сначала корню глаголу мы добавляем аффикс условно-желательного наклонения, потом личный аффикс и только после него мы ставим вопросительную частицу мы или ми. Например, посмотрим глагол deistirmek, менять, ben deistirmek, sem mi, корню deistir, добавляем аффикс условного наклонения, se, потом личный аффикс, здесь у нас первое лицо, единственное число, me, и получаем deistirmek, sem, и потом вопросительную частицу ми. ben deistirmek, sem mi, поменять ли мне? Вообще в этих наклонениях перевод на русский язык для каждого глагола и для каждого предложения может быть разнообразный, так как в русском языке есть очень много вспомогательных слов, вы должны понять главный смысл, что мы имеем в виду, когда спрашиваем такой вопрос. Так как здесь есть условность, это обозначает, что есть вероятность, и я это действие могу сделать или не могу? И я спрашиваю, сделать ли мне это действие? Здесь у нас получается поменять ли мне? Дальше, для второго лица, sen deistir sen mi, поменять ли тебе? O deistir se mi, поменять ли ему? И в отрицательной форме, bis deistir mesek mi, не поменять ли нам? Siz deistir mesen iz mi, не поменять ли вам? O nar deistir meseler mi, не поменять ли им? Теперь посмотрим, в каких вариантах мы используем глаголы в условно-желательном наклонении. Первое. Использование условно-желательного наклонения может выражать условность действия. Используется в случае, когда выполнение одного действия зависит от выполнения другого. Возьмем пример. Если я немного посплю, то моя головная боль пройдет. Смотрите, здесь у нас есть два действия. Действие. Моя головная боль пройдет, но как она пройдет, если у нас совершится условие? А условие у нас азаджик уюсам. Если я немного посплю. То есть для того, чтобы прошла голова, мне нужно немножко поспать. И вот здесь у нас получается, что выполнение одного действия зависит от выполнения другого. Или следующий пример. Патрон из инверсе бен татиле гидерим. Если шеф или начальник мой разрешит, то я поеду на отдых. Патрон из инверсе, это у нас условное действие. Если оно случится, значит бен татиле гидерим. Я поеду на отдых. Или следующее предложение. Если не будете меня беспокоить, то я быстрее закончу свое дело и свою работу. У нас есть действие. Я быстрее закончу свое дело. При условии, если бен татиле гидерим. Вы не будете меня беспокоить. Еще один пример. Если мы не поднимем им зарплату, то они бросят работу. Ищи бракырлар. Бросят работу. Ну, уволятся. Уйдут с работы. При условии, если... Если мы не поднимем им зарплату. Зам ябмак, это поднимать зарплату. Увеличивать ее. Я не знаю, может быть, слово зам как-то связано с словом zoom на английском. Увеличивать. И в основном в Турции применяется это именно для зарплаты или для увеличения цены на какой-то товар. Теперь посмотрите. Для того, чтобы понять, что у нас в данном случае условно-желательное наклонение обозначает именно условность действия. Есть такой оборот в турецком языке. Er, если, какое-то условие, какое-то действие. O zaman, что переводится как тогда. И следующее действие. В наших предложениях нету слова er или o zaman. Но если оно выражает условное действие, значит этот оборот точно так же мы сможем использовать в наших предложениях. Посмотрим, подходит ли. Например, первое предложение. И добавляем наш оборот. Er, если я немного посплю, o zaman, башимин аль-рысы ге-чер. Тогда моя головная боль пройдет. То есть в этот оборот подходит, значит это предложение именно выражает условность действия. Или следующий пример. Er, патрон из инверсии, если шеф разрешит. O zaman, бен тат ле гидерим. Тогда я поеду на отдых. Или следующее предложение. Er, бени ра цис, эт мэ сэ нис. Если вы не будете меня беспокоить. O zaman, ищи ми да а чабук битеририм. Тогда я закончу быстрее свое дело. Посмотрим другие использования условно-желательного наклонения. Оно может выражать желание. Используется для описания желаемого действия или какой-то мечты. Например. Ах, буакшам синемая гидсек. Ах, вот бы сегодня вечером нам сходить в кинотеатр. Здесь в этом предложении у нас использование условно-желательного наклонения использует именно желание. Или какую-то мечту. Вот бы сегодня сходить в кинотеатр. Ах, буакшам синемая гидсек. Или другое предложение. Кэшке эритмен бугюн эдэф вермесе. Кэшке это как раз слово ах, если бы или вот бы. И переводится как вот бы учитель сегодня не задал, не задавал нам домашнее задание. Кэшке эритмен бугюн эдэф вермесе. Тоже определенное желание в этом предложении. Или следующий пример. Ах, вот бы нам пройти или сдать этот экзамен. Здесь тоже смысл в предложении надежды и желания. Ах, кэшке бусына вы гидсек. Вообще, когда условно-желательное наклонение используется для выражения желания, очень часто используются слова, такие как ах или кэшке, которые будут переводиться как вот бы, ах, вот бы. Когда мы описываем какое-то желаемое действие. Также, если у нас в предложении, вот как в следующем примере, есть два пожелания в одном предложении, то мы их соединяем частицей да, которая будет обозначать русскую и. Например, Для того, чтобы отличать, когда условно-желательное наклонение выражает желание, а когда выражает условно-действие, мы опять же можем посмотреть, взять наш оборот, ээр озаман, если тогда, и попробовать ставить его в предложение. Например, мы подставим вместо слова ах и получим ээр буакшам синемая гидсек. Если бы нам сегодня сходить в кинотеатр, или если бы мы сегодня пошли в кинотеатр, озаман тогда, а дальше у нас предложения никакого нет. То есть у нас здесь во всех этих предложениях есть только одно какое-то действие, и мы не можем его применить с оборотом ээр и озаман, значит, в данном случае, наше условно-желательное наклонение выражает желание. Еще условно-желательное наклонение может выражать просьбу. Когда мы используем условно-желательное наклонение во втором лице, единственное и множественное числа, это используется для выражения просьбы. Например, Может быть, ты мог бы убавить звук телевизора? Это такая очень вежливая просьба. Может быть, ты мог бы убавить звук телевизора. Или следующее. Может быть, вы тоже могли бы пойти на завтрашнюю экскурсию? Как бы в разговоре с вами я говорю вам, употребляя вот такое предложение, и вежливо как бы приглашаю, чтобы вы тоже присоединились к нам на завтрашней экскурсии. Я рынкигезия, сизде гельсенис. Еще в этом наклонении есть такой нюанс. При добавлении аффикса а и эк к глаголу во втором лице единственного и множественного числа, условно-желательного наклонения, добавляется повелительное значение. Например, возьмем тот же пример, где мы просили убавить звук телевизора. И если мы добавим после аффикса условно-желательного наклонения по гармонии гласных а или э, в данном случае у нас будет а, и получится телевизионун сесени азаджи кыссана, то уже будет переводиться как давай, убавь звук телевизора. То есть я здесь уже в предприказном тоне. Если в первом телевизионном сесени азаджи кыссан я вежливо прошу, нельзя ли уменьшить звук или там можно ли уменьшить звук, то во втором случае я уже повелительным тоном говорю. То есть я уже как бы приказываю человеку, чтобы он сделал тише. Телевизионном сесени азаджи кыссана. И точно так же для второго лица множественного числа мы добавляем а или э по гармонии гласных и, например, получаем И уже переводится не как просьба, а я говорю, давайте вы тоже пойдете на завтрашнюю экскурсию. Я уже в принудительном варианте говорю, давайте вы тоже пойдете. Это вот есть еще такое употребление условно-желательного наклонения. И есть еще одно употребление условно-желательного наклонения со словами олурму или олмазмы. Выражает вежливую просьбу вопрос. Это именно в вопросительной форме мы задаем. Олур можно, олмаз нельзя. И в вопросительной форме получается можно ли или нельзя ли. И что у нас получается? Например, и чаригирсем олурму. Можно я войду? Когда я спрашиваю человека, если я хочу войти куда-то, я могу спросить это вот в такой форме. И чаригирсем олурму. Можно я войду? Или можно спросить и чаригирсем олмазмы. Нельзя ли мне войти? Это в принципе и тот, и тот вопрос, просьба означает очень похожий смысл. Желание мое войти туда. И точно так же дешарычик сам олурму. Можно я выйду? Или дешарычик сам олмазмы. Нельзя ли мне выйти? И так, и так, можно спросить. Есть очень минимальная смысловая разница. На этом наш урок окончен. Напоследок, я предлагаю вам послушать песню, которая, наверное, сейчас очень актуальна. Так как в мире происходит очень много военных конфликтов. Очень много людей страдают от всего, что происходит. И нам, как никогда, всем людям на планете, нужно понимание, взаимопонимание друг к другу и толерантность. И в этой песне как раз поется, наверное, об этом. Припев в этой песне полностью в условно-желательном наклонении. Надеюсь, вам будет понятно. По желанию, можете писать перевод в комментариях. Будем рассматривать, кто правильно переведет. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok